Начало недели аппаратное совещание в облгосадминистрации. Начальник облздрава Вячеслав Полясный докладывает губернатору Максиму Степанову о готовности региона к борьбе с гриппом, хорью, гепатитом, полиомиелитом и столбняком. Выясняется, что бороться особо нечем. Губернатор поручает Вячеславу Полясному готовить еще одно письмо на имя министра здравоохранения. Сам обещает обратиться с проблемой к Владимиру Гройсману. Мы же отправляемся в самое крупное село Наневского района Долинская, чтобы посмотреть на условия вакцинации детей при необходимости их лечения. Первым делом заезжаем в детский сад на 60 детей. Старое здание бывшей маслобойни нуждается даже не в ремонте, в полной замене. Неудивительно, что здесь нет специального медкабинета. У нас реально условий для прививочного кабинета в пределах садика нет. Мы всячески сотрудничаем с поликлиникой местной, помогаем, вызываем детей на прививку, когда требуется. А это уже поликлиника, где при наличии вакцины детям и взрослым делают прививки. Большая часть препаратов здесь в дефиците. Самая большая больница в районе, не считая центральной в Ананьеве, испытывает нехватку и реактивов для нормальной работы лаборатории. Сдать кровь на анализ в Долинском – целая проблема. Все же без элементарного обследования к прививке не допустят. Обеспечение из района и области необходимыми препаратами – мизерное. На самом деле не хватает. На самом деле идет в основном спонсорская помощь, свои, так сказать, вклады. В общем, приходится как-то выкручиваться и как-то работать. Это же сложно. Очень сложно. Последнее получение, ну, если минимальное получение, я, допустим, могу взять из анализской лаборатории, да, что-то идет минимальное количество, но этого очень недостаточно. То есть это в основном моя работа. То есть я ищу, нахожу. Через несколько недель губернатор обещал показать в Огнянском районе, как работает телемедицина. По идее, она должна прийти на помощь, когда нет кабинетов, вакцин, реактивов и врачей. Долинская уже сегодня готова к министерским экспериментам. Виталий Хеми, Григорий Евич, телеканал Репортер.